какое интимия человеческое не хочешь убрать или так и будем называть фокс мистер фокс недавно делал каст про другого мистера фокса ну хорошо я могу не знаю давай просто фокс так и все просто фокс тебя ну ладно фокс давай я вопросы немножко позадаю любопытные почему заинтересовался ну показалось что наверное я не слышал и не видел пока более молодого человека который бы называл себя относил себя к мужскому движению дали там чему-то в этом духе хотел хотел узнать поподробнее кто человек что его сюда привело чем он занимается что его интересует расскажешь немножко как-то я начал замечать что какой-то тут что-то тут не так происходит что женщина начинает себя как-то выше ставить но это еще было давно и потом когда я уже в этой теме прошарился начал там посмотрел видеоролики там дизлаева и агана там павла хохловского вот я понял в чем дело и понял что мне тоже нужно как-то проповедовать еще я подумал то что возможно сыграет какую-то роль то что я еще маленький может быть ну то есть как бы мелкий такой и что это сыграет роль в развитии канала что посмотрите по о маленький типа пацан ведет канал и типа так будет хоть какой-то прирост подписчиков и я подумал о том что тогда я смогу проповедовать как бы это делая сделаю хорошее дело так если я угадаю правильно я понимаете больше десяти но меньше тринадцати да я правильно услышал что ты имеешь отношение какой-то к детской школе то есть постоянно проживаешь где-то вне дома я как бы ты не думаешь что я там какой-то не щели что такое нет просто мы выбрали учреждение там одно училище чтобы так сказать силу воли там и все такое но сейчас пока я немного приболел взял больничный поэтому дома нет и не в том смысле что там что там нищие нищие я имел ввиду что она есть люди которые в силу обстоятельств они живут вне дома большая часть времени проводят вне дома а только некоторое время проживает дома можно так сказать ну потому что я там учусь и хожу там на увольнение я то есть до этого все время учился в обычной школе а вот дальше пошел в училище это по тебе так было интересно по твоей инициативе то есть и меня родители вообще очень не хотели отправлять но типа я сказал что думаю надо это будет полезно время я просто так на скидку подумал что мама наверное без папы наверно отправила тебя детскую школу далеко от москвы в километрах так я и не москве живу я и говорю далеко от москвы в километрах сейчас скажу примерно ну я скажу что я больше в европейской части живу нежели там где-то далеко то есть в россии больше как бы там где около санкт-петербурга короче не скажу конкретно где например километров на 700 или 500 не знаю ориентировочно ну понятно ночью ближе к питеру чем к москве ну окей а тогда москвы час полета более конкретно а раз уж ты собрался именно проповедовать как бы а как ты саму идею ты видишь то есть как тебе видится что все эти люди проповедуют там дизлайф иоганн и прочее что ты хочешь проповедовать я хочу проповедовать именно такое которое изменит в так сказать общественности что вот будет меньше матриархата потому что это шкалил начиная с советских времен после революции вот началась все это и пытаюсь проповедовать то что люди как-то откликнулись и фишка моего канала в том что я еще как бы еще раз повторюсь что еще такой мелкий и что люди думают нифига такой мелкий при этом еще и такие так бы вещи которые немногие взрослые понимают говорит и тем самым я стараюсь как-то донести что пытаюсь остановить этот матриархат что происходит вообще в нас в россии начиная конституции даже что законы ну и заканчивая просто как общество это воспринимает так сказать то что места уступать там вот эта дискриминация странно я думал что военных другой подход что вас там в кадетской школе обучают как раз вот строго строго тому что по конституции не делал не в кадетской школе так просто там нет они вообще никак не относится абсолютно интересно на папа с мамой в курсе то его увлечение до вкусе мама говорит ну типа ладно окей а папки такой ну типа веди нет я не про сам канал а именно про тематику про вот это вот мужское движение и все что с ним типа мама в силу того что я ей уже про это рассказал к этому хорошо относится и потому что у нас семья так православные типа но на это поддерживает только папа иногда не все идеи поддерживать но тем не менее канал мне вести не запрещают понятно но нет это очень правильно сделал должен комплимент делаю что во первых да не спалил имя настоящее это не надо делать и по большому счету даже даже была клава в общем на самом деле так себе сейчас просто столько фотографий всяких то есть могут опознать по фону просто он потому что люди видят много людей видит картинку и просто могут фон опознать у меня у меня были такие прецеденты знаю людей так что ни в коем случае тем более для несовершеннолетних реальное имя никогда есть и лично лично человека не знаешь вот лично лицо знаком с ним то нет не нужно ни настоящих имен не там действующих телефонов там вот есть какой-нибудь псевдоним 23 там и вот жонглирует ими так что тут прям жму руку молодец так и дальше ладно расскажешь ты очень любишь читать ну и чем-то еще таким заниматься читать я люблю не очень но как бы занимаюсь иногда не прям не очень прям люблю но типа люблю иногда сесть там за присесть там прочитать не знаю вот мне как-то иногда захочется почитать я сажусь читаю страниц лиц потом как-то не очень в силу того что занятой и когда есть свободное время я читаю поделишься скажем парой тройкой книжек последних ну последний стоит читал как граф монтекристо потом стал этого мушкетера и фея но там именно этот рассказ мечтал потому что потому что там ну вот это баба рапса будет там прочитал другие что там были то есть там книжка так называется но рассказ там другие были еще и так последнюю третью ну и читал именно не книгу рассказ дубровский просто так интересно было понятно потому что мы его скоро проходить должен в следующем классе по словам старшеклассник хобби есть ну или какая-нибудь там область увлечений кроме канала я имею ввиду кроме канала кроме канала люблю собирать модели всякие военные техники например там самолетов и прочее также люблю играть в шахматы иногда записываю треки как можно видеть по моему каналу потому что я стараюсь в треках тоже проповедует то что сейчас вот в этой новой школе там вот во всяких во всей этой индустрии очень сильно проповедуется какой-то сатанизм или хуже еще баба рапса ну как бы сатанизм все вот это в одной куче и я стараюсь как-то чтобы они слушали при этом не слышали в песне ничего плохого слышали только хорошие про мд допустим так так плюс у вербовка плюс и просто они слушают и при этом некую-то фигню как многие сейчас исполнители выпускают ну типа прессе их подкупают там за деньги и они уже дальше делают какую-то музыку именно делать там не знаю плохую песню скинг там короче плохую песню они ее делают и все им сказали сделать им делают и типа и все слушают и у них это на подсознательном уровне в голове запоминается так сказать пропаганда вот а я стараюсь как бы делать чтобы типа хорошая музыка была типа и при этом текстом был хороший там даже часто про мд то есть еще и композитор ну я занимаюсь не то что как сказать композитор это в каком понимании что выпускаю музыку или то что там я просто композитор часто слышал такое слово связанное с тем-то кто играет там там не знаю это на пианино там что-то сочиняет или что-то такое но если может так сказать что я делаю музыку если композитор туда тогда да ну да я в этом смысле не не обязательно музыку писать через пианино просто когда у человека внутри музыка играет и он его что-то транслирует такое что нравится я не могу конечно прям советы давать жесткие но я бы конечно скорее наверное поостерегся в реальной жизни ну одно дело распространять музыку там с такими идеями в интернете другое дело начать спорить с преподавателями это это как с ветряными мельницами бороться мне кажется я бы я бы не стал делал конечно хозяйское я особо с преподавателями не спорю потому что на эту тему они разговоры часто не ведут но зато очень так хорошо проповедую среди своих пацанов курсов среди класса и рот там и все такое то есть курсов я понял да но как бы если они тебя лично знают то это в общем быстро расползается так что тайны тут не утаишь если свои если одноклассники знают тоже я своим рассказывал камрадам что у меня у меня сын на собрании учительница хвасталась что она под именем одного из одноклассников заходила в их сообщество и читала преспокойно все что они там писали и знала все что происходит а им даже ни к чему потому что никто из них не догадался проверить что человек называется именем это он на самом деле или нет так а скажи произнес несколько раз слова матриархат ты как понимаешь слово матриархат что это значит я понимаю это слово как несоблюдение ну как написано библии патриархата то есть матриархат это когда женщина как бы стоит выше мужчины как в обществе так и в семье что недопустимо я считаю прямо но такой прям настоящий православный человек ну да я как бы с детства это дело знал мд меня затянуло не только потому что я вижу такую несправедливость ну конечно это в большей роли играл но я еще и затянуло что что есть в мд православная ветка я все время смотрю и просвещаю все больше интересно да действительно не самая массовая ветка скажу так в мд но до значительные существенные я так промежуточное занимая положение как бы я я не воюю и во многом поддерживаю но так получилось что у мд сложные отношения с церковью вот в том числе буквально сегодня последний ролик делал на эту тему мы тоже не первый раз не последний только вот что церковь бывает на как бы час путинская которая даже не дает так-то венчатся без бракосочетания то есть без печати в паспорте а старообрядческая ну который то есть без изменений которые внесли уже правители она такого позволяет сделать и там еще много изменений которые внесли именно правители а не истинное христианство поэтому сейчас церкви тоже такие ну именно обычные конечно да там большинство правды но есть конечно нюансы если не секрет подружка есть там или была или планируется просто так заботишься в теме венчание видишь венчание будущем я думаю скорее всего нет потому что смысла я пока что в этом не вижу только потому что даже если по сути так-то венчаться то может могут же подать там заявление там на изнасилование закон у нас же страна такая что она в любом случае поддержит этот и как бы засаде меня тоже сучитом шругина и дофига подобных случаев когда олени так на деньги так сказать расшибали и все даже не обязательно жениться поэтому я пока что в этом не вижу смысл да и плюс библии написано что типа можно отказаться от брака ради типа пользы небесах но я подумал зачем силу того что такое положение в стране да и силу того что просто этого не хочу делать типа достойная позиция тем более в этом возрасте в то же время я думаю что если ты настоящий православный человек мне кажется ты должен смочь отличить шурыгину ну там или кого-то похожего от нормального человека неужели неужели не встречалась ну ну девушек которые ну нам нормальные нормальные обычные девушки из которой могло бы что-то получиться в общем но дело в том что пока тебя так сказать на деньги не кину ты не поймешь типа ну вот казалось бы обычная женщина да и вот как и вот в любой момент просто и все тебя могут кинуть на деньги то есть пока тебя не кинут и так сказать не узнаешь об этом типа сказалось бы обычная женщина но потом такая мне же денег захотелось и все. То есть, как бы, блин, как ты человека бы не видел, там все его заколки разума, ты все равно как-то не прыщишь. Да и тем более закон позволяет так сделать, поэтому я не вижу в этом никакой пользы. Ну, это то, что ты сказал, во многом правда, да. Но многих людей это не останавливает все равно. Я так думаю, что на данный момент позиция вполне себе достойная. Ну, а в будущем посмотришь, как жизнь будет идти. Понятно. Я хотел сказать, что как я и писал, что я сам себя отношу к направлению Мэктау, у них скажем так, им больше свойственно направлять свое внимание и развитие интереса на себя, на свое окружение. Не на других людей, не на какие-то движения общественные даже. Им это в претензию ставит. То есть, что их трудно поднять на что-то. Они больше увлечены собой, чем чем-то таким. Как ты думаешь, тебе скорее хочется себя развить? Или именно что-то вокруг себя поменять? Я на самом деле придерживаюсь больше точки зрения, что с одной стороны я поменяю себя, это уже, так сказать, плюсик на небесах. Ну, то есть, я себя не поверну в сторону вот этого баборабства и всего прочего. А с другой стороны, я же еще людей, наверное, и путь, так сказать, поставлю. И поэтому я вижу в этом хорошее начинание, что если еще и организовать вокруг себя круг, так как гласит русская пословица «слаб», отдельно каждый прудик, веник целый не сломать. То есть, если будет большая, так сказать, группа или движение, то нам будет гораздо легче решать какие-то проблемы. Может быть, не знаю, даже смотря в зависимости от какой, короче, проблемы, так и решать будет, мне кажется, такое движение. Но суть в том, что я вот уже снял видео с Павлом Хохловским, если ты его знаешь, и там мы с ним говорили на тему, чтобы сделать группу общественную по МД, которая там бы... Мы делали бы донаты какие-то там, и это был бы общий капитал. То есть, если... Ну, там было бы, ну, по нашим, так сказать, мечтам, там должны быть, типа, многие представители МД, и, типа, он предлагает нам свой проект, мы его, типа, ну, выбираем лучшего, лучший проект, и его финансируем. А финансировать мы будем что? То есть, там будет свой кошелек пожертвования, то есть, это будет капитал, так сказать, движения. И когда он наберется, уже, может, будет какую-то рекламу делать, допустим, даже. Ну, вот. Понятно. Ну, Павла я знаю, мы с ним даже лично встречались, и на митинге он был, вот, на недавнем. А про вашу совместную запись не знаю, надо будет посмотреть. У меня на канале есть. Посмотрю, любопытно. То есть, в общем, уже плотно связан с Камрадами уже. Я не первый, кто добрался, да? Ну, с Павлом Купловским я это встречу по своей инициативе организовала. Увидев приглашение от вас, я, честно говоря, мягко, так сказать, даже, не знаю, мягко говоря, удивился, потому что человек с такой аудиторией пишет какому-то тут лялечке, если можно выразиться. Ну, у меня нет большой аудитории, собственно. У меня канал достаточно скромный, и рекламы нет вообще. Так что мне интересны интересные люди. Мне показалось, что необычный человек, с которым, например, просто поговорить обо всяком разном. А там как пойдет тема. Расскажи, как у тебя обстоит дело с физической культурой и спортом? Ты такой физически подготовленный человек? Да. Даже, ну, как сказать, почему я сейчас физически подготовленный, потому что в детстве мы с братом всяким там спортом занимались, и типа я слышал, что в детстве там, как сказать, если ты чем-то упорно занимаешься, то будет гораздо легче развиться. Типа я как спортом так занимался, типа брат мне говорил там, отожмись сто раз. Я там еле-еле там, не знаю, но отжимался кое-как. И потом это я в будущем дала знать. Сейчас я вот так, очень хорошей спортивной подготовки, единственное, что меня подводит, это растяжка. А так все и подтягивание, и сбег, это все просто как бы хорошо из-за того, что меня в детстве брат подтягивал. ГТО сдал? ГТО на серебро. Мне не хватило, как раз я говорю, только растяжки. И наклоны, что ли? Да, я наклон только на серебро сдал, и все. Так все на золото, по-моему. Ай-яй-яй, но в течение года это же в этом году было, или в прошлом? В прошлом, по-моему. Или в этом, честно говоря. Просто в этом году можно пересдать, по идее, туда. До конца года можно. Раз в месяц, что ли, там можно повторно сдавать. Ну, уже значки выдали, поэтому, думаю, поздно. Да нет, не думаю. Я думаю, что в каждом отчетном периоде можно по новой. Ну, в общем, и к тому, что хорошая спортивная форма, это вполне себе повод и самому, так сказать, как способ о себе заботиться, да, и люди на тебя окружающие будут смотреть по-другому, более уважительно. Да-да, я об этом не говорю, то, что когда, типа, особенно в таком тесном коллективе, типа, детском, там надо быть прям вообще, не знаю, прям суперотличником, во-первых, чтобы достойно нести мундир МД, а во-вторых, чтобы, возможно, там какие-то, это, конечно, мои все фантазии, не воспринимая всерьез, но какие-нибудь возможности, чтобы спецслужбы замерили, там, или как-то проявиться так, чтобы быть достойным, чтобы попасть куда-то в серьезные ведомости. Ну, это все фантазии, опять же говорю. Надеюсь, конечно, что получится. По поводу работ со спецслужбами, наверное, лучше кого-то найти, у кого есть опыт работы и поговорить с ним, чтобы он рассказал, типа, подробнее, там, с глазу на глаз, какие там есть тонкости, стоит, не стоит, особенно в наше время, не знаю, наверное, сложный вопрос. Я как раз в следующий вопрос хотел сказать, есть какие-то идеи про будущие профессии уже есть, то есть ты видишь себя именно как сотрудник правоохранительных органов? Ну, либо как сотрудник правоохранительных органов, ну, то есть либо ГРУ, там, или ФСБ, но это еще раз говорю, что как-то слишком облачная такая мечта, а что пока что, в принципе, тоже высоко оно возможно, то есть первая мечта у меня ГРУ, а вторая, это, скорее всего, ВВС, ну, потому что меня, как бы, увлекло вот это все самолеты, небо там, особенно истребители, просто даже если взглянуть на какой-нибудь истребитель, то уже как-то, не знаю, форма такая красивая, даже не знаю, как-то, вот дизайн прям нравится даже, и вообще, это же прикольно летать, типа, над страной, и тем более, даже если наступит война, то, во-первых, там будут, так даже чисто, с материальной зрения, там будут большие деньги, а во-вторых, духовные, я буду защищать людей, ну, как-то так, я вижу. Ну, тут вот ряд православных людей могут с этим не согласиться, ну, ладно, это, это, как бы, твой выбор. Есть люди, которые считают, что христианство противоречит военному делу, скажем так, но есть те, кто считает, что не противоречит, сложно это. Ну, я понимаю, но просто я думаю по поводу того, что, типа, ну, когда же христианые ведь еще на бой находили, когда кто-то, так сказать, подарился, потому что это от некоторых военных жизнь людей зависит. Я так-то не хочу лететь, именно кого-то убивать, ну, просто это прикольная работа, мне не нужна работа, чтобы из дня в день там так скучно было, нудная такая, рутина, потому что это тогда не жизнь, можно сказать, это просто, не знаю, какая-то фигня. Ну, что ж, да, я думаю, что летчик, это достаточно, ну, жизнь с приключениями, правда, не ручаю сейчас, насколько активно летчики летают, и сколько у нас активных летчиков всего, сложно сказать. В Москве парад проходит, когда 9 мая, там пролетает, есть ощущение, что это чуть ли не весь воздушный флот, который сейчас есть в России, вот он там лишь к таким караванам летит, там и бомбардировщики, и истребители, и штурмовики, и все. Ну, может, это они все, ну, или почти все. Понятно. А ты это так-то хотел спросить, извини, что перебил, ты из Москвы, да? Да. Просто я вот этим летом, по-моему, вроде бы сейчас, либо 22 июня, отъезжаю, короче, на отпуск, и там я буду это через Москву проходить. Можно будет созвониться, если что там, встречи у тебя нету, каких-то собраний, там, не знаю, как, Виагана и Павла Хохловского, ну, как они, ну, как митинги, не то, что митинги, а то, что встречи какую-то провести. Ну, про 22 июня сейчас трудно что-то сказать, тем более, если там несколько разных человек, но уж если ты будешь проезжать, и мы об этом будем знать, я думаю, что-то можно будет по этому поводу, в том числе, и специально учинить. Даже если не будет никакого большого мероприятия, там, летом отпуска, все такое, можно просто пересечься и просто там, не знаю, что-нибудь интересное поделать, или поговорить, или куда-нибудь погулять. Я думаю, мы придумаем, что сделать. Вполне возможно. Ну, понятно. Ну, и какой ближайший проект, то есть, ближайший проект твоего, так сказать, отдела мужского движения, это совместное, что у вас, канал бы с Павлом Хохловским, да, или что у вас? Нет, не канал, у нас будет группа ВКонтакте, там, где будет это. Я, в общем, Павлу Хохловскому эту идею приложил, он высказал свое мнение, сделал два природа на меня, и как бы я сказал, ну, надеюсь, что он был бы это, одним из руководителей в группе. Пока что группа растет, ну, по чуть-чуть, и, типа, проект в том, что поддерживать каналы и, как бы, двигать идеи в массу. А группа имеется в виду, вот, ну, тоже подростков, да, или всех? Нет, вообще всех абсолютно, желательно, конечно. Просто было бы логично, конечно, наверное, проще будет тебе вокруг себя объединять именно, ну, людей, которые ближе по возрасту. Нет, но тут не о том, что просто людей. Да. Нет, бывает просто одна и та же мысль, но если я повторил, ну, скажем, необычный человек, да, то она привлекает больше внимания, особенно в правильной среде. Я вот, например, тут влез, вот, в этот ТикТок, я в нем ничего не понимаю, да, я вообще не понимаю, как это делается, а тебе, например, могло быть там гораздо легче, и ты мог бы там оперировать, а там и количество людей совсем другое, особенно молодых людей. То есть можешь попробовать проповедь через ТикТок? Ну, я бы не стал это прямо вот называть проповедью, но донести какую-то там сжатую информацию, если правильно подать, ну, а почему бы нет? Я увидел там, по-моему, максимальный ролик 60 секунд, я правда не знаю, смотрит молодежь 60 секунд, или только 10-15, вот, но вообще-то там 60 секунд можно, 60 секунд это много, можно много уместить. Ну да, так-то если быстро говорить. Да, дело невероятно говорить много, можно просто какую-то мысль сжатую, вот, одну конкретную выразить, какой-то конспект, там, или вообще использовать это как, как преролл, или замануху, через который люди должны зайти на, там, на ВКонтакт, на тот же, допустим. Да, согласен, я даже Агана видел, у него есть канал, короче, второй там, где он делает приманку, и типа в танки играет. Я тоже такие стримы собираюсь вести. Да, почему нет? Единственное, конечно, там, сильно вовлекать народ в игры. Это плохо, но просто как приманка. Не очень хорошая идея. Просто потому, не, не потому, что это как бы само все плохо, просто, ну, это как бы трата времени, в общем-то, впустую, как бы, да, то есть ты садишься, с чем ты сел, за компьютерную игру, и с тем же по мерам ты и встал всегда. Не как, например, с отжиманиями, там, да, ты пошел от сжимания делать, а ты, ты как бы что-то получил в итоге. А от игры ты... Не в том, что дело, что проповедовать, извиняюсь, что ты делал, не в том дело, что проповедовать игру, именно в том дело, что какой-нибудь геймер, типа, ему интересно видео по играм, заходит на видео, а потом, соответственно, заходит на мой канал и проповедуется по МД. Может быть. Просто обычно такие заядлые игроки, люди, которые не сильно зациклены, скажем, на самосовершенствование, на развитие, там, на продвижение куда-то. Мало людей могут просто поддерживать такое вот, ну, игры, но игры просто как, ну, такое, небольшое развлечение между прочими делами, там, небольшое время. Как правило, если человек уж занимается игрой серьезно, он так заболевает, так капитально, там, он уже вот живет, там, в этих танках, там, или еще в чем-нибудь, и все. Там, обычно человек хочет, допустим, не знаю, пойти на улицу, что-нибудь там поделать, или побегать, там, или что-то сделать руками, а нет, он хочет только вот еще, еще там этих виртуальных, каких-нибудь там, бандитов поубивать. Позвольте. Ну что же, любопытно, любопытно, наверное, я не могу ручаться, но у меня такое ощущение, что я никого младше не видел, не слышал, кто бы относил себя к мужскому движению, так что, возможно, это рекорд. Может, кто-то, конечно, глядя на тебя, придет еще моложе, и этот рекорд будет побит, и откроются филиалы в младшей школе, но пока, насколько я знаю, такого не было. Угу, понятно. Ну что, для первого интервью, я думаю, получилось неплохо. Жалко, что мы... Да, только момент телефона надо вырезать. Жалко, что мы поздновато начали, у нас не сразу получилось, но ничего, теперь, я думаю, в следующий раз будет проще, когда, если захотим это сделать, более таким каким-то регулярным, можно сделать какие-то тематические, не знаю, там, можно подумать о стриме, например, не знаю, чего-нибудь таком. Я не против, так просто. Можно, собственно, стримить не на мой канал, я все равно ничего на этом не зарабатываю, да, и там не стремлюсь за особую аудиторию. Мы можем стрим перенаправить на твой канал или там, не знаю, на сообщество, которое вы там в ВКонтакте сделаете, там, что же стримить. Так что можно, можно об этом подумать. Тематику, не знаю, если будет любопытно, ну, полистай, что у меня на канале есть в разных этих плейлистах, там, может быть, что-то из этого покажется любопытным, я могу там развить какую-нибудь тему отдельную. А, кстати, я забыл спросить, ну, слово Fox, я догадываюсь, что означает, наверное, это переводится просто с английского, а MD, это что означает? Ну, это как бы, так сказать, MD переводится, ну, просто я решил на английском написать полностью название и получилось так, что, типа, я написал Fox MD, ну, как бы, это считается MD, но я подразумеваю под этим мужское движение. Хотя я знаю, что мужское движение с английского это men's movement, но все равно я решил написать, типа, так, MD, ну, теперь понял, да, то я подумал, ну, я так просто разные годы гадал, когда-то были популярны такие люди, которые назывались там что-нибудь MC, через точку там, MC, рэперы так себя называли, потом подумал, что, может быть, человек фанат доктора Хауса, Хаус, доктор Хаус, по-английски пишется Хаус MD, может быть, это обыграть, не знаю, раз уж латиницу и взяли, можно, ну, что ж, ладно, спасибо за первое интервью, вот, копию пришлю, так что можешь размещать копию к себе тоже, ну, я помещу, ссылки дам на канал, там, соответственно, пусть люди заходят, ну, а за тобой, раз люди, если пойдут, особенно, ну, там, молодежь и близкие по возрасту, надо что-то такое творить, что будет людям полезно и привлекательно, только обязательно все в рамках закона, чтобы все было там цензурно и так далее, ни своих не надо, ни себя там лишнего ничего не показывать, ни других людей тоже, никаких там, не дай бог там, реальных друзей, там, реальные имена, ничего не надо, ни город, ничего, я бы, честно говоря, даже поостерегся показывать вот просто фон, когда что-нибудь снимаешь, где-нибудь там, не знаю, городской пейзаж, он очень, его очень легко все время дома снимают, ну, люди его легко опознают просто любой вот, что-то наружу происходит, просто потому, что много людей видит и, ну, кто-нибудь, вот, это интернет так работает, человек увидит мельком один, достаточно, чтобы один человек увидел мельком и все, скажет, а я знаю, что это за место, и все, так что вот так. Ладно, спасибо, спокойной ночи, ну, и надеюсь, что до связи, что-нибудь еще придумаем. Ладно, успехов, счастливо. Успехов, удачи.